Все. Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться нам ни направо, ни налево от истинного понимания Божьего. Дай нам все услышанное принять верою, дай нам силы все исполнить, дай нам дерзновение поделиться всем сокровищем с другими людьми. Прибудь с нами в этот день, сохрани нас в любви, согласии и благослови. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Сейчас 4 занятия по полтора часа, это 6 часов в неделю. Послание к колоссянам святого апостола Павла, 4 глава, со 2 стиха. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней, с благодарением. Толкование. Знает дьявол, сколь великая есть благо молитва, и всячески покушается сделать, чтобы мы от нее отскакивали. Почему, говорит Павел, будьте постоянны, присидите ей, корпите над ней. Поскольку же присидящие молитвы часто подвергаются нападению со стороны ленности и расслабления, то при Павел, бодрствуя, то есть трезвясь, всегда напряженными пребывая в деле молитвы. Но и в благодарении, то есть с благодарением творить ее учат. Ибо та молитва и бывает истинной, которая содержит благодарения за все благодеяния, ведомые нам и неведомые. И за то, что приносило нам радость, и за то, что сопровождало скорбью о всех вообще благодеяниях. Ну вот мне непонятно слово «присидите ей» какое-то оно. Не совсем русское, но «сидеть» понятно. «Присидеть» усидчивость должна, что ли, какой-то корень-то здесь или какой-то синоним-то. Геннадий Тихонович, не знаете это слово «присидите»? Устаревшее слово. Устаревшее слово, оно раньше как бы… Ну, семинаристы отвечают. Они там только греческие, но ничего-то… Ну, я такого эквивалента не знаю, но по смыслу-то понятно, что «присидите», то есть… «Способствуйте молитве». Нет, прям «способствуйте». «Молитвой будет, по-своему». Ну, все дела делайте, способствуйте, чтобы молитва жила в вас. Принуждайте себя, наверное, да? Да, что-то этого… Ну, там есть… «Влудите» можно. «Влудите», да? «Влудите», привыкайте. Да, приседайте, то есть помогайте себе в этом. Если корень славянский, там уже другой смысл. Но, в принципе, когда мы что-то приседаем, надо что-то поднять, прям как-то, не знаю, образное сравнение. Разговор-то идет о молитве же, а Павел призывает, чтобы молились. То есть, значит, надо все делать, чтобы способствовать тому, чтобы молитва в тебе жила. Знаете, я хочу… Знаете слово «присидите» синоним? «Присидите»? Да, «присидите» и «молитве», то есть, и «корпите», а перед этим говорится, что «будьте постоянны», и расшифровка «присидите» и «корпите» над ней. «корпеть» понятно, то есть, а «присидеть» слово «усердствовать» или слово «сидеть»? Быть всегда рядом, неразрывно. Быть всегда, ага, присесть, как бы, да? Все, рядом смотришь. Почему именно речь это «благодарение»? Я вопрос ставлю главный. Почему? Бодрствуйте с «благодарением», которое слово «непонятно», оно по-хоже делу похажено, но именно благодарность речь идет. Почему? Что просите у Бога? Этого учить не надо, это все кричат. «Мама, беда, помоги» и везде, все знают. На фронте «бомбить» вначале «мама кричит» самый смелый уже, а здесь речь идет о «благодарении», о «благодарении», притом со старанием. Это надо искать. И вот здесь и есть в обнимку идти с этим словом. То есть оно трудно дается. За все благодарите. Как за все? У меня обокрали там фенелию. И благодарите. Благодарите. Потому что мы до конца не видим, что у Бога в плане на это рассчитывать. Что? Конечно. Представь себе, руку оторвало вот так, это же беда. А как бы руку не оторвало, жизнь оторвала бы. А он вернулся от фронта, отец у нас вернулся, да еще бы, если бы ребятишек появилось. Да. И отца Акима не было, если бы руку не оторвало. Его убили вот под Смоленском. Как раз такое отступление было сильное это. А племянники сейчас нашли в интернете, где отцу там награду дали, все. Его руку-то оторвало пониже. Но пока до Красноярска довезли, видать, заражение пошло. Я так смотрю, по всей вероятности у него был бойный эсенетский хирург. Он как раз в это время там был. И как отец рассказывает, он не зная все, аппетита это нет. А он не против был, если ему раз разведенный спирт. Другой раз, третий раз, по стопочке ему. А потом обед пришел, а выпить-то нет. Отец говорит, а где эта стопка? Уже одни стопка там стояли. А ему говорят, ты на зеркало, в зеркало на себя посмотри. Он в зеркало-то посмотрел, а у него не то, что румянец, а у него сплошняком все. Кровь-то играет, молодой, крепкий, здоровый. Аппетит, то есть, а тебе уже не надо, ты без этого кашу лопать будешь. А этот другим. Все. Вот так у отца не было, культяпка до сих пор. Как ни погода, он прям палец вот этот тянет. А мы маленькие были. Какой палец-то, когда руки нету? Палец. И вот надо Бога было благодарить. А если бы не это, значит отца бы не было. У них, он говорил, сколько полка или что, два человека только осталось. Командир там, изувеченный весь, и отец. Он бомбил, там на кладбище скрылись, а он кладбище, мертвецы, говорит, летели из кладбища. И племянник Марк все это нашел в интернете. Теперь мы знаем, где отец был. Он Доргобуш в Смоленской области. Выполнял задание, какое уж там задание, там не до задания было. Там ломило все. Да, вперед. Благодарить. Колоссянам 4 глава 3 стих. Апостол Павел пишет. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. Толкование. Смотри, какое смирение даже сам Павел нуждается в их молитвах. Колоссянам 4.4. Дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. И толкование. И толкование. Далее выделено. Так, чтобы я сказал тайну Христову. Как мне должно сказать, то есть без притворства и уверток. Каким же образом, будучи связан, он умоляет и просит других избавить его от того, что уже имеет. Этим он выражает не только свое смирение, но и показывает силу братской молитвы. И он имел нужду в помощи свыше, которую в большем мере могла ему доставить молитва братьям. Этим же словом хотел он ввести их в труд молитвенный. Ибо если о нем нужна молитва, тем более о них самих. И комментарий Игнатия Тихоновича на слова без притворства и уверток. Сотворив человека по образу и подобию своему, Бог дал человеку поистине самый опасный, но и самый ценный дар – свободу. Сотворенный Богом человек как бы уже в день творения получил наказ – сделай свой выбор. Бог предложил человеку избрать лучшее и побуждает его к этому. Серахова 16.16 Он предложил тебе огонь и воду, на что хочешь – прострешь руку твою. Жизнь коротка так одно мгновение, каких-то 70 лет. И человек ежеминутно должен помнить об этом выборе, чтобы развить себя как личность в сторону добра. Когда Бог в каждого человека вложил совесть, есть изречение о том, что такое совесть – это тот участок души, через который слышится голос Божий. Поэтому, чтобы не искорежить, не сжечь совесть, человек должен думать, творить и делать все прямо, открыто и честно, и никогда, никогда не лгать. Даже в малом, даже в виде шутки, в проповеди, тем более в проповеди об уничижении Христа, о том, что мир почитает безумие, нужно всегда говорить все открыто, как должно сказать. То есть, без притворства и уверток. Самое большое притворство и увертки у тех, кто считается учителем, пастырем и призван учить и пасти каждый день, но совершенно не учит. Почему не учит? Если сказать без притворства и уверток, то нужно было бы прямо сказать, что мы ленивые, утробные, животолюбивые, не любим Бога и не любим пасту. А значит, мы совсем не добрые, а злые и только ищем самооправдание в своем бездействии. На суде Божьем мы все будем отвечать и за себя, и за тех, кто по нашей вине погибнет. Признав себя виновными в том, что мы не проповедуем о Христе и не показываем своей жизнью, что мы истинные Христовы ученики, мы должны сказать без притворства и уверток, что мы не друзья Христовы и не любим Его Слово. И тогда станет ясно, кто мы, если не Его, друзья. А значит, и молитвы Отче Наши и Царю Небесный нам будут в осуждение, как зарывшим свой талант, как сделавшимся глухим, не слышащим голоса Божия. И сказать это с истинным раскаянием и слезами, без притворства и уверток. Иоанн Златоуст грозно предупреждает нас подлинно. Никакой подвиг не может быть великим, если он не приносит пользы другим. Полезное для себя ты найдешь тогда, когда будешь искать пользы ближнего. Если ты не имеешь ревности, пищись о благе, то помни, что иначе ты спастись не можешь. И позаботься о нем и о делах его, по крайней мере, для себя. Невозможно спастись иначе. Если ты упражняешься даже высшим любомудрием, но не заботишься о других погибающих, то ты не будешь иметь никакого дерзновения перед Богом. Никогда не простят этих слов, не побоюсь. Веры-то нет никакой. Все они, а его нет. И отверстие двери об этом молятся. Здесь, где врата, все закрыли. Придумали играть царские врата, открыть, а не открыть. Вот священника, сколько наград. Вы думаете, что он вышел? Вот от тряпочки висят. Это все награды. Вот это у него висит в виде подручника, он даже не снимает ее. У него подручник, наверное, по-настоящему должен быть истертый. Тысячу земных поклонов, сегодня-завтра тысячи. А он у него висит палец, палец. Это за особые его подвиги, за животы, за это, дается палец. У староблятцев там понятно, эти подручники. Бабки там ночуют, они их раскладывают, на них спят. А здесь даже этой доли не удостаивается. И у него награды, какие угодно. Они чудес не видят. Здесь у староблятцев, говорят, бабки легли. Ну о чем бабки-то говорить? Ну снаха не такая, сын-то мой, ладно. Вот она его окрутила и теперь пашет о нем. Ну и если хорошая дочь, зять попался не тот, выйди ему в глаза. И вот лежат они и судят. И в это время грохот. А над ними висит дубовое такое толстое дерево и пророк Илья. И сорвался этот крюк. А прибитый-то крепко бывает. Чего он оторвался-то, непонятно. Там стена подгнила или еще. И упало-то не по голове, а рядом. Если по голове, он бы ее как курицу раздавил. Но упало рядом, вот так вот. А потом она шевельнулась, ну как большая-то, и бабок накрыла. Сколько благодарностей так было. Грозно же ты, Илья, но и милостивый. Мог бы убить и покарать. И замолкли мои бабушки-то на подружниках на этих-то. И сладким сном заснули. Праведным царообрященским сном. Понимаешь, когда на все это поглядишь, какая же наша вера-то. Павел молится, чтобы не скрыть тайны, чтобы в тайне эта дверь была открыта. Он проповедует, ну мало дверь, шею распахни, Господи, там заржавело на петлях. Никто не будет молиться. Если бы Павел, это его сейчас был, отец Павел. У нас такой Павел есть здесь, Ярмоленко. Вчера позвонил сыну Ваню, всем привет передавал. Вот этого Павла, апостола юридиков, он посчитали бы. Он баптист настоящий, там ничего православного-то нету. Нигде в ней ни паки, ничего нету. Это я определенно говорю. Если сегодня делать точно по этому, виноват во всех отношениях. Чего вы с Библией носитесь? Да кто по Евангелию когда жил? Главное это, вот это надо. И он там сразу, батюшка, батюшка. Вы вчера, вы видели, женщины, с какими они вопросами обращались. Ролик привезли, меня там сняли, то у вас. Я его крутил, крутил, не знаю, куда я его поставлю. И так пока не поставил. Единственное, что, ну просто для себя, что такой священник, не побоялся сфотографироваться с вами, это уже важное дело. Вот благодарение, об этом Павел говорит, научиться благодарить. Это вторая ступенька. Первая это дай, 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 просительная. Вторая, благодарственная. Третья это словословие. Ничего не прошу, слава, аллилуйя, поет человек здесь. Аллилуйя, аллилуйя. Вот на эту ступеньку, ангельскую, надо все время смотреть с вожделением. Хорошо бы там Бога славить за это. Павел молится о вратах для тайны. Ни слова тайны, ни врата, ни молитвы. Никто, ни один. Думаю, что может быть где-нибудь там один, где-нибудь в пустыне там на пескариках спасается. Может быть один какой-нибудь, а то нет. Это вера, евангельская. Видишь, она как сразу все расширяет. Тебе не до сна будет. А у нас, видишь, как. Восемь раз заснул и ни разу не упал. Подвиг, смотри. Молится апостол Павел о тайне Христовой. Кто пояснит тайну? Что такое тайна Христова? О какой тайне? Тайна искупления рода человеческого. Сегодня применяют это к причастию. Никуда больше. У людей это сегодня причастие. Священник говорит о крови в чаши. Кровь. Виновен против чаши. Но Павел-то не об этом говорится. А кровь, которая на Голго петекла из ран Христа, прибитого к Христу. Сегодня все это сместили в чашу. И этим распоряжается священник. И он совершает и поэтому... Зачем мы на Голго петекла, когда батюшка здесь с чашей? Мы даже не понимаем, насколько покривлен путь спасения у нас. Православный-то на Голго петекла не смотрит. Кресту поклоняемся. Вот крест, который лежит, ему поклоняемся. На Голго петекла наш не повернешь мозги-то. Это баптист пускай там крутится на Голго петекла. А мы православные, у нас батюшка. 1 Тимофею 3.16 И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят веру в мире, вознесся во славе. Это тайна. Да, вот этот стих 3.16 1 Тимофею, он об этом говорит. Но там надо понять, тайна, это открытое благочестие. Это одно толкование. Я добавляю к этому, это тайна, открытое святым его, благочестиво живущим. Почему? В злохожную душу премудрость не войдет. Человек с Кверднами, вчера один вышел ролик про нас, про детский лагерь. Ну, ни одного предложения нет без матерка. Из одних матерков все. И он не знает, как назвать, но ему задание дали, видимо, может заплатили. Он матерится и матерится. Я посмотрел, чтобы вот так вести, он должен был 10 лет, непрерывно, день и ночь жить в блуде. В самом настоящем блуде. Притом с разными женщинами. Только тогда у него полностью коробушка будет снята. Мозги отсутствуют. Я взял этот ролик, распространил всем. Почитайте, дайте, я же заболел и считаю. Да неужели такие люди есть еще? И он наколот, наполовину весь вот так вот сидит и издевается над детским лагерем. Он не знает, как назвать. Что там, где нет? И ни одного слова истинного не говорит. Ни одного нету. А матерок, матерок, матерок. И все. Почему? Бога нет, Бога нет. Сатана полностью. Все понимают, одержимый. А картину не видят, почему. Но он не верующий. А как правило, начинается, чаще беспоедуйся, чаще посещайся. Сатана берет сосуд свой, наполняет его этой гадостью. А что-то у него есть, у него ничего нет. Он не знает, зачем живет. И жизнь очень короткая будет, и жалеть никого не надо. Проклят, то меч Господень удержит из крови. 48-10 Иеремеев. На неделю мне скинули ролик один. Такой есть известный священник. Отец Владимир Головин. Город Болгар. И он где-то там в Ордве. Вот здесь вот. Ну и одна берет женщина, видна смелая такая. Более какая-то материя наглубна брошенная. Отец Владимир, вот вы такой известный. Вот. А как у вас вот насчет тщеславия? А у него тут дом бревнами изнутри. Вот бревна у него, видно, законопачина все сидит. Ну, простой батюшка-то. Он говорит так медленно, а потом, ну, тщеславие. А чем я буду тщеславить это? Тщеславить это надо что-то иметь. Вот показывает. Вот смотрите, отец Андрей Ткачев. И сразу его того же смотрит. Второе показывает. Вот отец Дмитрий Смирнов. Ну, тоже его что-то назвал. Третье. Вот возьмите дальше. Иосифов говорит. Вот отсидит промасоненный там, бритый, в Галтике. Тоже там много. Четвертое. Алфеев, митрополит, я уважаю. Пятое показывает. Патриарх тоже говорит где-то. А я что, посидел маленько? Да. Ну, вот я человека встретил. Он этих званий не имеет. Но говорит там о огонь и местописание. Конкретно книга, глава и стих. И меня вызывает, и навеличивает здесь. Да. Опять посидел. И вот перед этими людьми, он говорил о пятерых меньше, говорил, чем о последнем. И я буду счастливаться чем? Святости у меня нету. Знаний нету. Дерзновения там того нету. И чем бы я счастливался? Это очень хорошо. Видел, да? Это именно так и видно. Это я знать не знаю. А Каскуна, маленькие такие, по три минуты. Тоже что-то спросили про меня. Ну, что я могу сказать? Я внучата ему. Я, говорит, обратился в Сангенаде Фаста. А Фаста, говорит, через Игнатия. Так что я ему внучек напокажусь. И все на этом. А другой Влада Неведов не знает. Он вот трепется. Там эти томские сидят там, Самсонов, там будет. Он ничего не может. Ну так, наяву-то встретятся. Им говорят, ну вы вызовете их. Говорите там этого сумасброда с Виладейкой, с Куратовского. Игнать тебе рядом. А он отказывается. А тут врет. Вот врет на хрене прямо. Вот знаете, у него коллектив особый работает. Он выйдет сначала в храм, где даст проверить. Со священником договорится. Дает сигнал. И тут съемочная группа выходит. А съемочная группа. Вот с этим маленьким. Володя один выйдет. Ну брешет, фок. Брешет. Я бы подготавливал незнакомого священника, чтобы об ней снимали. И дальше все прочее. То есть они никакие. Мозги вот нет. Или он до рукоположения. Или сейчас живет нехорошей жизнью. Или что-то. Ну хоть одно слово. Ну правильно. Ни одного нету. Нету. Почему? Дух лжи. И он исповедует. Причащает. В алтаре руки поднимает. А сам лжест, служитель сатаны. Всякая лошадь дьявола. Я что могу о нем сказать? Я могу только просить у Бога слезы. Плакать. И они сидят в студии там. И которые их поддерживают. Все друг за друга. Вот собралась команда. Как я называю их? Кодл потеряшает. И ни одного слова нет истинного. Я их не трогаю никак. Ничего. И в ответ еще ничего не сказано. Но будет день расчета. И они поймут. Что же они делали? А народу-то как? Сегодня ночью мне сбрасывает один священник. Который совсем не в друзьях у меня. Ну видно, что ищет. И говорит. Ну о мощах. Все время о мощах. О мощах там. Вот а как вы смотрите? Василий Великий сказал. Да если сказал, а то на напи моему да и все. Че ты трясешься-то? Осталось в силе. В прах ты в прах возвратишься. Это никуда не деть нельзя. А Господь сказал, что воскресил. Это означает все человеческое общество. Он теперь делает достойное небо. Ничего другого-то нет в этом. А если наставить на том, что не в прах. На напи моему и все на этом закончилось. Но говорит, ко мне пришла одна женщина. И она баптистка. И через ролики Игнатия пришла в православие. И на него наткнулась и пришла. Ну теперь-то какой козырь-то? Вы печать моего апостольства. Я ей тогда что-то задает вопрос. Созвать ее так-то. И он на меня отсылает. А они говорят в это время. Бац! Вот доказательства-то. А не то, что миссионерские отделы. Миссионерских отделов никто не создавал. Ни Бог, ни кто. Только враг могут делать. Их нельзя создать. Они по два человека только. Движимые Духом Святым. Он не знает. От Христос 12 учеников попарил. Какой отдел? Перед кем отчитывается? Это деньги распитываются у кассы. Которые в этом лживой торговле церковной. Они не понимают. Это жестокосердные, такие каменные сердца. Твердые лбы. Не знаю. А вы как считаете? Миссионеры-пединицы. Миссионер, в первую очередь, он выпрашивает у Бога, надо говорить или не надо. А теперь что говорит? Ему Бог открывает. Когда человек с Северной Космотом, Бог открывает его. Он открывает не то, что мысли считает, а что сказать. А тот говорит, это как раз то, что я хотел. А они этого не знают. А открывает Бог. Вот мы проехали. Сколько? У нас два человека. Ну, шофера-то, кучер. Его считать не надо. Два человека. Нигде больше нас не было. Ну, больше ездили, которые посмотреть не стали. Обокрали Ивана-то. Дорогой-то ехали, когда Иван-то заговорил с тобой-то. Истулу-то. Вы помнишь? Отец-сиян Суворов. Мы заехали. А ты его возьми, да и выговори, что ты как предатель. То-другое. Это он обиделся там. А я у него снимал. Он говорит, показали теперь в интернете. Это ну два года назад-то. И правда, Надях его обокрали. Сломали дверь, иконы все вытащили. Это вот за то, что я его снимал. Да они еще в интернете жулики смотрят. А я взял, зарядил в интернете. И там храмы, 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 которые обокрали в последнее время. Там сотни. Они этим людям будут в интернете искать. Да где в интернете еще найдешь-то? Зачем? Храм Христа Спасителя открытый. Заходи, воруй. Там есть такой отец Максим Козлов. И в МГУ. Там в МГУ. И там храм, или как называется, Татьяна. И у них что-то ее мощи заложено, и они ее зацепили. Вместе с цепью вот утащили. Днем. И все. Нас Бог милует. Почему? А у нас еще нет бумажек. Она сколько стоит? Ну, может быть, рамочка, стекло стоит. Все. У нас ни одной иконы нету ценной. А зачем? Нету ценной. Не надо подставлять. Честно, ты привязалась. Я не брала. Ну, что, стеклянная бумажка. Но я сразу подумал, говорю, столько роликов с более богатыми иконами. Ваши вина. Да, батюшка. А батюшка, отец, таким сразу мне. Вот ты сделал ее обокрали. Ну, еще из этого сделали, обокрали. У него там одна икона была, я сейчас не знаю, или надпись. Губернатор подписался. Я не знаю, кто кем хвалился. Он губернатором или губернатором? Губернатором, кажется, 12 лет накрутили, когда сидит за взятки миллионные. А он-то, ну, надпись, подпись, и вот то другое. Все это перед Богом. Батюшка-то хороший. Ну, вот эта привязанность такая, губернатором, не надо этого ничего. Идите по всему миру, еще с собой. Иконостас потащишь. Батюшка один считает, а там в кону Акафис, Благородица, неупалимая Купина, неупивая ващаши, это пьяница, ванифатию. То другой икон, он говорит, тащите весь иконостас туда и дал поклонники. В храме-то, в бабке-то им было, чтобы иконо было. Заказали, заказали, а сами на базар. А он теперь стоит. А как при выплитании? Он первую часть считает, строчку отсюда, строчку отсюда. А тут, когда поставили, с Украины один, батюшка рассказывает. Он подряд все считает. Шесть часов, и там никого уже рядом нет. Он считает, Бога, дурить не надо. Деньги заплатили, считай до конца. И все, больше его никогда не стали ставить. Бога дурить не надо. Вот это тайна. Тайна восчеловечения, тайна любви Божьей. Поехали. Вопрос можно? Да. Мне непонятно. Знаете, прокомментируйте в комментариях, написано там, что Бог предлагает огонь и воду. Значение этих двух слов, огонь и вода, что это значит? Чем можно. Не может выбрать либо огонь, либо воду. Не может отличить, чем вода от огня отличается. Изберешь. А тут каплю, каплю, говорит, пальцем. Прохлади язык мой. Он узнал, что избрать. 16.26 Евангелия от мухи. Еще раз прочитай, выберешь. Вот и интересно. Он имеет в виду значение этих? Значение слов, комментарий ваших. Ну, Господь и сказал, ну-ка вечная и благодать, рай и ад избери. Свободу дали. Огонь и вода. Рай и ад. Рай это вода. Идите ко мне, жаждей ко мне и пей. Христос говорит, жажду огонь свести, это сошествие Духа Святого. 7.37 Евангелия от Яна. Считай, он говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Я сказал о Духе Святом, которого думали принять. Речь-то не о воде идет. Тут о воде он говорит. А на что хочешь, прострешь руку. Прострешь руку. То есть свободу можешь избрать. Вот представь, священник исповедует. Она красавица такая. Он ее исповедует. У него мысли поплыли. Он сейчас две свечки рядом скрутил. Палец поставил, начал исповедовать, пока палец не отвалился. О, люди какие. И все, и куда еще делось. И в памяти не осталось. Ладонь так поставили, держи. Насыпали угли, а внизу жертвы ехидерские. Переверни руку-то им все. Он не перевернул. Угли прожгли и стали сыпаться. Но написано, за это он не виноват. Это естество человеческое не выдержало. Вот. Какой пример? Огонь Духа Святого. Огонь сравнивается с Духом Святого. Духа не угощайте. Вода с потопом. Так это даже детский завет. Меньше всего о Духе говорили. Он буквально говорил. Тебе с пшеницей, вино, елей, виноград. Духа не угощайте. Это один из четырех грехов против Духа Святого. Поэтому, чтобы огонь Духа Святого не угасал. Зато он, говорит, выходим, когда где ветер дует, то отверстие затыкаем. То есть от всяких веяний мирских заткни уши-то. Ты поменьше все там смотри-то, что не нужно. Заткни, чтобы ветер не продувал. Всякие слухи там где-то говорят о тебе, о другом. Заткни. Когда телефонная будка дальше начали, здесь что-то защитывает. Пришлось по ночи сказать, тихо, братья, иначе тут ничего не будет где-то. Вот и все. Не угощайте. Он уже в тебе действует. Не угощай. Чем? Грехами. Отступлением. Ну, что-то я не домогаю. Ладно, сегодня не буду молиться ночью. Завтра уже, может, лучше полбудиться. А вот оно и получается. А тут маленько, там Дух Святой побуждает. А я скажу, оно меня будет против. Тут нарушится мое отношение с митрополитом, с патриархом. И Дух Святой в следующий раз тебя не коснется. Где Дух Божий носился над водой. Я сделал сравнение. Вот. Это скалы, вершины. Это наша гордость. Это себелюбие. Все. Замкни. Духу Святому дай место. Вот почему попы, я называю, они крайне бесталанные. Талант не может развиваться. Как? Ну, я не могу, у меня семья. Я буду, значит, это стоит целиком. Ну, бьет, дальше ветер-то не проходит. Он за этим скрывается. Теперь дальше. До меня переселят из этого богатого прихода в бедное, то есть, корыстолюбие. Духу Божию нет места. Дух Святой не проходит. Ну, даже ветер-то. Склони все это перед Богом-то. Дух Святого. Дух Божий носился над водою. Тогда Бог тебя наградит. И ты увидишь, какими красками засияет для тебя Писание. Каждому человеку путь будет открытый. Я каждый день почти встречаю это. Кажется, сказал, но сейчас обидится. Ничуть не бывало в человек вылазить совершенно другими мыслями. Я понял, что вы правду любите. Вот мы вас нашли, мы не знали. Мы сейчас каждый день слушаем. Я не ожидал этого. Не ожидал. И вдруг, возьми, от Андрея Кураева мог ли ожидать таких хвалебных слов, когда он говорит, Игнатий меня по всем кочкам пронес. Я взял, доведел книги-то. 120 раз я упоминаю. И все время не в похвальну. Андрея Кураева. А он мне отозвался, даже я не такой, как он отозвался, что самый знаменитый там проповедник, мастервер, современности. После того, как он знал, что я о нем говорил. То есть у него возвышенный дух, как у отца Кирилла Сахарова. А другой только заметил, о нем не так сказали, он уже начинает тебя преследовать. Он бесталантный. Талант не может развиваться, где нет прохода. Он талант там, где свобода. Никита. Ну да, про огонь и буду сказано еще, когда Христос из горы преображения спустился, встретил его отец, у него сын бесноватый. Только остался, то в огонь, то в воду сказано. В огонь это страсть, похоть разжигалась, а в воду, житейские заботы. То есть тоже такое есть понятие, как огонь, вода. Понятно? Ну он про огонь и воду сегодня. Алевтина Пантелеевна спрашивает, от Кураева последние известия какие есть? Никаких. Никаких. Прямой связи у меня нет. Вот он приезжал вот сюда, в это помещение. Тут он был, когда книги брал. Вот тогда был. А потом от него человек был, остатки книги я ему подарил. А еще вот у меня вопрос про отца Дионисия. Вы помните его? Потеряем. Он начальник миссионерского отдела. Он начальник. Вот дело в том, что мы вчера подарили ему наше Евангелие. Там приглашение на занятия на наши, на мои по скайпу. И он, как я понял, пообещал сегодня распространить, раздавать. А он видел это, конечно? Он приглашение это не видел, потому что печать там стояла. Печать на Евангелии. Там адрес сайта, телефон. У нас наш, мой телефон и наш сайт Кристине Один. И я маме позвонил, не успел, и узнать. Она-то в храм-то ходила. Я говорю, будут раздавать или не будут раздавать? Мне интересно. Вам верится, что они пойдут раздавать Евангелие на улице? Нет, он сказал, что своим. Раздают. Своим. Вообще следует ли ставить печать? Я про это и говорил. Вопрос там, следует ли. Следует ли. Не знаю, я думаю, вкладывать бумажку. Бумажку забрать. Бумажку. Вот насчет печати. Печать может от закона Иеравого спасти. Если нет печати, уже изымают вплоть до сожжения. Нет, нет, нет. По благоценению патриарха, они еще не изымут. Никакого закона нет. Нет, печать должна привязывать к общине распространяющей эту литературу. У тебя печать-то должна быть общинная. А ты просто составил, что ты приглашаешь к себе. Это не печать общая. Это не считается печатью. Все равно в мой телефоне, а я член общины. Ну, мало ли. Еще петух не порпает дважды, как мой тебя трижды трещу. Дело в том, что любой телефон может поставить. И не дается в футболом себе. Это же не ты. Так это, на наколках, да, это здорово придумал. Говорит, в гости детей приглашать-то и материться-то про лагерь. А еще чего думал. Говорит, ну, закон раз так обошел. А мы сейчас не лагерь, мы просто в гости приходят и все. А мы просто дыры, все открыто говорим в интернете, конечно. Ну, почему просто дыры? Я уже на счет печати говорил. Я говорил не раз, не стану. Ну и Севастьян тоже подтвердил, что печать туда уже поздравили. То есть, сегодня нет, завтра они будут говорить что-то. Мы их не сдавали. Нам дали бесплатно. И ты хорошее дело делаешь. Ну, а висеть нельзя, они скажут, еретики на нашем Евангелии ставят. Уже не скажут, что еретики. Уже они вот фотографировались, пронялили. Вот это понятно. Ну, что, приклеить бумажку на бумажку, а бумажку приклеить. Приклеить не надо, просто вложить туда. Да, виситок у нас очень много. Ну, приклеить один концом, чтобы не выпало. Ну, можно. Все отодрал, да и все. Я говорил, вразится. Ну, и так, и так. Мнение, я тебе высказал мнение. Виситку ее можно, а это уже будет. Ну, будет он раздавать или не будет, не знаю. Но что миссионерский отдел, и он согласился. Тут я в прошлый раз сказал, какой он, представляете, миссионерского отдела, когда все это фальшь. Да понимаете, дело в том, что мама моя говорит, были занятия, и как только он переселился в храм жить, занятия прекратились. Я говорю, а ты бы хотела, чтобы были занятия? Она говорит, конечно, хотела. Она ко мне-то не ходит через дорогу перейти ко мне на занятия. Не ходит. А там бы она, ну... Ну, а почему не занятия? А давайте позвоним. Почему? А потому что он был, говорит, вот такой худой, когда пришел. А сейчас он уже все. А бабуши-то до чего довольны? Прислали к нам отца Яна? Вот такой тоненький. А сейчас-то он такой хороший стал. Тебе не нравится, бабушку нравится. Ты всем не угодишь, понимаешь? И мало того, что даже... И даже в храме-то проповеди нет, это бедаса. Мы вчера отстояли, ни одной проповеди нет. И раньше он говорил по-русски Евангелие, а сейчас уже по-русски не говорит и все. И проповеди нет. Миссионерский отдел. Миссионерский, это председатель миссионерского отдела. Теперь все понятно, теперь все. Почему тогда все это? Для чего эти отделы все создаются? Можно сейчас позвонить, узнать, где Евангелие это что? Ну, рано еще. Не будем? Или нет, давайте. Давайте про внешние обходитесь. Давайте про внешние порассуждаем. Я тут благоразумно. Колоссянам 4.5. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Толкование. Что сказал Господь? Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Матфея 10.16. Это же говорит теперь и он. Будьте осторожны и не подавайте чужим никакого повода против вас, если они не причиняют вам никакого вреда. И не оскорбляйте их безвременно. Ибо таковые вне суть. То есть не свои нам, ни одного с нами двора. Хотя в том же с нами мире живут. Однако же вне суть, как сущие далеко от церкви и от царствия Божия. Поэтому благоразумно следует обращаться с ними. Что касается своих ближних, то в обращении с ними не требуется такой осторожности. Поощряет их и тем, что Эллинов называет внешними. Далее. Пользуясь временем. Это он сказал не для того, желая, чтобы мы были переменчивы и лицемерны. Но что время не наше, а их. А можете вы сделать его и своим, если будете обходиться с ним благоразумно. Не будете заводить неуместных ссор. Напротив, будете воздавать им подобающую честь, когда это не вредит вашей душе. Послушай его слова, сказанные Кагриппе. Почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою. Деяние 26.2 Таким образом мы и чужих сделаем своими кротостью, привлекая их к проповеди. Ну вот, брат смеется, улыбается. Они меня вчера были на благовестии. Они обвинили меня в некротости с еретиком одним. А я резко так, вспоминая вашу слабую кронштадтскую, сказал, я никогда, говорит, мирно с еретиками не беседовал. Никогда мира вы не с ним были. Антоний Великий, сказал. Антоний Великий. И вот я там, они на благовестии с одним. Ну, расскажи, брат, как было дело. Мне потом оправдаться можно было. Или уж у меня, по слову сказать, да. Ну, мы книги раздавали, то есть разбрелись все. Я смотрю, ну, я... Евангелие. Евангелие, да, простите, да, Святой Евангелие. Вот. Я подхожу к брату, у меня закончилось, я подхожу к нему, и он, ну, очень для меня показался, что он очень громко и так, в накаленной стадии, он с ним беседует. И я так, ну, стерся в эту беседу. Вот. С чего начало-то было? Я не застал, что сначала было. Ты не застал. Я не застал начало. А начало-то было вот, у Никиты. Я говорю, Ефесянам 4 глава сказано, один Господь, одна вера, одно крещение. Какая же одна вера, если у нас вера разная с вами, с еретиками, вы, допустим, иконы посчитаете идолами. Он такой, да. Ну, и Сергей Павлович тут же ему как дал там трепку. Я за иконы, за наши, за православные, застыпился. Ну, ныдолами их называют. Честая, куда это годится. Я, ровно, я вас на так, как за его. Ты когда откинулся, говорит. Ну, а он стоит у него, там, это, чуть ли нечетки, там, это, перебирает. Ну, как вот этот, вот, синий-то, вот. Один в один. Только не матерится. Он как-то вот проглатывает. Я говорю, ну, как ты смеешь, что это? И вот, с еретиками надо брать, говорит, кротко, ну, чтобы управлять. Ты его, вроде как, от церкви не кротко надо, да, да. Правило, да. Давай. Ну, вот, моя вот первая встреча с Игнатиховичем. Игнатихович он обличитель, там, бывает и Грозный. Ну, вот, у меня первая встреча была, а мы, ребята, такие были бесшабашные. Молодежь такая, вообще, нет никаких авторитетов. Ну, и какие вопросы в голове есть, сыпем прям. Может быть, некорректные, но это даже мы внутри, даже интересно было так позлить. Вот, это было очень давно, больше 20 лет назад. Ну, и меня удивила необычность реакции. Вообще необычность реакции. Очень крутко, вот, очень крутко ответил. Ты его злишь, а он... Да, я даже, как бы, я хотел как-то вот так, только сейчас задам такой вопрос, что... А он раз так кротко, раз ответил, раз кротко. И вот у меня как-то вот это, как пожар какой-то начал погашаться. Вот мне уже не хотелось его... Я вижу, кротость очень важна. Здесь другая ситуация. Он меня не хотел злить. Он хулил иконы, хулил мою веру православную, понимаешь? Тут я за веру, за искусство на себя. Но я перешел на личность, в этом ежедневно. То есть надо было... Просто на личности, а ты с криком... Ну вот, Володя еще был свидетель. Да, да. Давайте я скажу. Давай, подержу. Давай, я подержу. Ситуация такая. С самого начала я присутствовал. Он начал... Вот брат Никита, он начал по стихам писания с ним разговаривать. Когда Бекона зашло, он говорил, что это Идолы, Сергей вступился. Ну, Сергей как вступился? Он подошел, сказал, какое место писания. А вот он... Ты, говорит, когда откинулся, и прямо на него таким голосом... Подожди, сначала мы про место писания. Про место писания. Вот ты еще начал-то, почему? Он же раздозорился тоже сразу. Он с нами спокойно разговаривал, брат. А ты, когда начал беседу, вклинился, ты сразу начал именно таким раздраженным голосом. И говорите, что... Да сразу. Я же слушал, стоял беседу. Вот ты стоял слушал, а потом-то, когда ты вклинился, я говорю, я разговариваю уже о твоей беседе с ним. Ты-то начал распаляться, и, говоришь, когда откинулся, и начал с ним на ты разговаривать. Он говорит, а я с вами разве на ты разговариваю? Тебе разу бы задний ход бы сделать, но ты этого не сделал же. Ты опять начал на него. Вот и ты, когда откинулся ей, он, конечно, и видно, что он отсидевший. Но он-то не стал на твою провокацию, как говорится, отвечать. Он спокойно ответил тебе сразу. Да там не про провокацию, там и за икону дело заходило. Ну, понятно, за икону. Надо было местописание привести-то. Так я и привел, а он не хотел даже слушать. Ну, не хотел даже. Я это говорю. Главное-то, о церкви надо было вопрос еще поднимать. Просто там бывает, что, вот я замечал, многие в беседе с сектантами увлекаются следом за ним. Не надо за ним увлекаться. Четко для себя ты должен сразу конкретно о церкви. Все. С иконы на церковь перешел, засидетельствовал, и отошли сразу. Так я и понял, что вы за ним увлеклись, потому что он не слушает ваше местописание. Он своими сыплет, а ваше не слушает совершенно. И я его хотел заставить, чтобы он не слышал. Ну, не такими же словами, брат. А какими, если он ваши кроткие не слышит и не хочет слышать, как он издевает? Ты говоришь, он говорит, 20-я глава не делает, он его цитирует. Вы начинаете 25-й, а он даже вообще его не... Я же это не первый раз, брат. Сколько раз тебя этого обличали уже. Не надо так разговаривать. Ролик такой стык, который, нахер, даже не выставил. Я бы с ним на своем канале. Нельзя. Где-то с ним беседуешь. Понятно. Это уже не первый раз же. Я тебе об этом говорил. Ты грамм на аргумент, у тебя в основном распаление вот этого твоего. А зачем оно нужно? Не распаление, а ревнование. Ревнование. Ревнование должно быть конкретно на основании Слова Божия. То есть у тебя должен быть... А неужели я место Слова уже не провожу? Если приводишь, ты много потом слов верить, и начинаешь вот такие слова. То есть зачем человек... Его ставить надо на место. А зачем он такие слова говорит на нашу веру православную? Говорит, он успевает крутить. Ему, значит, можно, а мне нельзя. Я просто ты, как Игорь, привел пример, что Игнатьич погасил его вот это раздражение, то, что он хотел вывести, чтобы... И то и это не сравнивай. Когда хулят веру, или когда они просто хотят его распалить. Он мне не хотел распалить. Он мне лично ничего не говорил. Он говорил за веру христианскую, за православную. Он ее называл бесовской. Понимаешь, он идолы... Бесами называл святых людей. Понимаешь? И я должен стоять молчать с капустой в баранде, чтобы как вас... Почему молчать-то? Я когда... Мы с тобой вот этот ролик есть в интернете стоять, мы сбеседовали. Я тоже с ним беседовал. И сказать, что я там тоже... Я не распалялся, но я четко и ясно знаю программу. Места описания приводил. Надо же тоже понимать ситуацию из этого, смотреть уже. Силу Божьего Слова нужно тоже. Однажды в одном месте мы были. Библиотека оказалась в одном здании с милицией. Первый раз так. И милиционеру мы не понравились. И он нас оттуда попросил на улицу. А потом что-то пристал и на улице. А его мужики приехали, молодая милиция там, с вахтой-то, и говорят, ты что трогаешь? Ну пускай они здесь. А у Сережи собака здесь. Он с собакой вот так вот машину-то открывает и пятится. А милиционер подошел, а он... Ну ты собака. А потом угонулся, а милиционер-то потом... Я не о вас сказал. Вот тут у него получилось хорошо и кротко, и вовременно, и все. Дескать, нет, не на вас сказал. Давай, Андрей. Давай. Вот сейчас я послушала, вот как они тебе говорят, доводы приводят. Ты здесь не слушаешь. Ты опять свое в одно. Вот он там вот оскорблял, оскорблял, оскорблял. И не можешь остановиться. Я представляю, ты там тоже точно так же был. У меня случилось, один сильно начал материться в камере. Я ему не отвечал. Потом я повернулся, а народу-то много, все уголовники. Я говорю, а разве я вам давал повод так с собой разговаривать? Он как-то опешил, как на него все напустились, и больше он ни разу не возник. Они его задвинули. Разве я тебе давал повод так с собой разговаривать? А я отвечал на вопросы, другие мы. Иногда надо ответить. Вот в этом смысл миссии. У тебя не одинаковые. На первом месте молитва. Богу угодно, нет, я отвечу или не отвечу. Вот первый вопрос надо решить. А как ты знаешь? Как раз в том-то и дело, что я не знаю. Мне каждый раз заново надо выпрашивать. Я не знаю. И представь себе, люди разные-разные. И один сильно восстал. Но только один раз я его вот так вот осадил, и он больше ни разу нигде не восстал. Потому что другие держали уже на контроле. Один что-то стал говорить, его сразу же подошли. Растянули одни руки, ноги держат руки. В пасть ему забили тряпку и сапогом, и сагаляшку его другое. Это он к отцу Игнатия, он такое сказал. Я уже давай, я заплакал, но отпустить. Убивают его где-то. Все. Его уже было не для меня. Бог восставляет человека. Как? А почему? А они увидели то, что я говорю, оно не мое. Притом это ежедневно. Вот подошел, мне что-то ему охота сказать. А вы мне вот ответьте, охранник с той стороны, дубаки называет. Я ему говорю. Он говорит, а такое-то, мать-перемать, опять-то-то, мать-перемать. Я ему говорю, знаете, мне очень трудно с вами разговаривать. Мне ваш разговор напоминает парашу, наполненную дерьмом, в которой одна крошка хлеба плавает, я не могу ее поймать никак. Я не могу смысла понять, о чем мы разговаривали-то. Он вот так отстался. Потом ему домой надо идти. Вот такое вкуснярное сыру хлопнул мне, это тебе за ответ закрыл и ушел. Дорогого сыру. Вот как Бог делает. Я понял, это ласковое, и оно не ласковое, а такое вовремя к месту слова перешивает ребра. И он сразу сел, и больше ничего нет. Конечно, ты должен. У меня там дали, большая передача была, белье, майки, а тут два солдата были. А он на них уже пахал, как бы, где-то. Я солдатам сразу дал там рубашку, то, другое. Они сразу от него шатнулись от одного. И, а куда он делал, денется, там такой схилый, а эти солдаты крепкие. И они его сразу задвинули, больше он сидел, молчал и никогда не восставал. Тут все многократно, многообразно Бог являлся. Даже Бог и то не одинаково являлся, в разных видах. И ты должен знать, надо ли говорить, или не надо. Я умолюсь, а в это время она открыла. Дядя, а дядя, она дежурит там. А тут приподнялся директор Симмер. Ты, макака, закрой кормушку. Ты видишь, нет человека, а как нет, он стоит. Его нет, он на молитве. Все кончилось, он уже знает. Его нету. И она сразу, она-то неуязвимая с той стороны, макака. Да он ее на место, там он директор, во главе с секретарей идет. А второй тут группу космонавтов преподавал. Бог делает так, что сказать или не сказать. Как сказать, в какое время. О, почему Иоанн Златоуз говорит, для того, чтобы душу обратить, нужны тысячи талантов. Ни один, ни два тысячи. А крестить, говорит, ни одного не надо. Достаточно быть священником. И вот это мы все это изучаем. Ты вот учишься в семинаре, и это как раз на первое место. Никому не угождай. Андрей Кураев у меня подметил. Для нас очень важно то и другое. А Игнатьеву разницы нет перед ним. Собор, не собор. Это я, говорит, думаю, что епископ обо мне скажет. А он никогда не думает. Поэтому к моим словам они обращаться будут через сто лет. А его слова епископа нет. Эх, я кому я угождал-то? Чего я горбатился перед ним? Ты ему ответь так, чтобы земля горела. Продолжаем. Колосся нам четвертая глава, шестой стих. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Соли, пацаны. Чтобы не гнило, никакого там гнилья не было. Толкование. Дабудет, говорит, слово ваше приятно. Однако, да, не впадет оно в неразборчивость и необузданность, но да будет и сдержано. Ибо оно означает соль. Вот представьте, Бернар Шора идет, ему 94 года. Ну и какой он? Ну он идет, вот такой вот согнулся, а там идет буржуй навстречу. Ну и тропинка-то узенькая. Дороги, пигмей. Я дуракам дорогу не уступаю. Он сказал, нет, а я им всегда уступаю. Он ничего больше не сказал, ни дураком не назвал. А товарищ встретился, он посмотрел, ну как живешь на другое. А скажи, я тебе так же неприятен, как ты мне. Вот этой простоты-то не хватает. А я им всегда дорогу уступаю. Не обязательно даже. Вот представь себе, я сколько раз пример говорил. Был такой Талайрам, министр внутренних дел, внешних дел, внешней разведки. Он наполеон, он кажется, три или четыре императора пережил. И что-то он не так сделал. И вот этот Бонапарт его отчитал просто ты. А он, понимаешь, что-то прихрамывал, на ногу ходил вот так вот. И ты, ты-то за пять льем, мать родную, продашь, что другое, держу тебя. Он до конца выслушал. А тут министры. Повернулся, пошел, плащ снял. Отвернулся в дверях уже. Да, какой великий человек. А как, дурно воспитан. Вот одной фразой, говорю, все эти длинные тирады, Наполеона, Сверла, нет. И осталось в истории. Понятно? Значит, нужно уметь выслушать и решить. Говорить или не говорить. Скажешь, не скажешь, говорит, один раз пожалеешь. А скажешь, сто раз пожалеешь. И это ты на практике должен знать. Конечно, если ты отец, и тебе там сын или дочь хамить, ты должен немедленно поставить ее. Не ждать никакого времени. Один ответ, сразу загони ее в угол. Иначе дальше ничего не будет. Она гибла, место избрала, вытащи ее. Крепким наставлением. Ты отец, с властью данной от Бога. Осади ее. И все на этом. Если бы власть не вмешивалась, ты и жену бы к месту прибрал. Но безбожная власть, она тянет руку падших естественности. А он считает, что, говорит, и окротостью, говорит, и победил. Мне надо ехать. Мне надо ехать. Заезжай, пожалуйста. Давай, с Богом, брат. На злобом. Даже маленько побыл, и то хорошо. То есть, кротость, она не всегда. Смотри, Игорь, и знаешь, он вышел, у них поток его нету. Ты не гришь, что он такой, Игорь. У него какая-то незнакомая тетка, и народная болела. Он из-под нее червей вытаскивал руками. Знаешь? У него доброты море. И один ходил там, домашние одобряли, он ее обгребал там, все такое везде. Вот тебе, да. Вот так. Какие у нас люди-то? Золото. Так. Продолжаем толковать про соль. Да не будет оно сверх меры весело или сверх меры сурово. Как пища, если не посолена, бывает неприятно. А если пересолена, то и в рот ее взять нельзя. И в том, и в другом случае несъедобно, так и слово. Не помнишь ли, как Даниил врачевал словом человека нечестивого? Теперь сейчас, что тебе говорили? Ты можешь назад проиграть? Да. Мы идем, выпивают, мы шебожики у сарая. А мы идем по линии с Надеждой Васильевной. Здорово, борода! Надежда Васильевна мигом срала. Свои-то пообрели, но чужие бороды говорят. Я так, ах ты, что говоришь? Он сейчас тебе зубы-то... Да ты что? Никаких прям мигом раз! Я говорю, добрый день, безбородая! Все заглубались. Я его не обидел, ничего. А дальше несколько слов, и оно будет на месте. А это именно вот... Не по мне. Не надо бояться попятиться иногда. Это тоже вид самосохранения. Наступать, оборону держать и отступать. Это тоже все на фронте, то и другое бывает. Не помнишь ли, как Даниил врачевал словом человека нечестивого? Не видишь ли, как и три отрока, показывая такое мужество и дерзновение, не произнесли ни одного слова жестокого и оскорбительного? Я думаю, здесь надо вспомнить. Даниил врачевал словом человека нечестивого. Ну, обличал, когда Балтасара, когда кисть показала на руке, рука-то была. Какие у него слова были? Или когда одно слово было? А эти три отрока в печи были, когда обличали. Это все из книги Даниила, третья глава. Ибо дерзость в слове не признак смелости, а признак тщеславия. Иначе богатому, иначе бедному. Иначе слова одни я говорю богатому, другие слова говорю, которые бедные, мне равные или как-то. Вот он приехал, иначе уголовный розыск. А чего они приехали? Я разно могу отвечать, я знаю, ролики смотрю. Я говорю, проверили мою дружбу с Путиным. Все задумывались, а как? Так вы же об этом спрашивали, заулывались, значит. Так никак, никак. Я говорю, нет, умолимся. А я знаю его жизнь, я мог бы сказать еще до этого. Никак нельзя, мы разные, мы полковник, мы сержант. А когда пьяницы приехали, то мы их поперли, только пыль пошла. Сейчас я буду купить. У того душа, как немощная, имеет нужду в большем снисхождении. А у бедного она крепче, потому может снести, если отнесешься к нему несколько суровее. Когда нет никакой необходимости, не зови Эллина нечистым и не укоряй его. Если будешь приведен предначальственное лицо, воздай ему должную честь. Когда же спросят тебя о верованиях эллинских, не боясь, говори, что они нечисты и нечестивы. Так Павел в Афинах беседует благосклонно, деяние 16.22 о язычестве, выставляя, что есть доброго в нем. Между тем, Елиму прямо укорил, потому что он стоил этого. Деяние 13.10. Как он его укорил? Сын дьявола, враг всякой правды. Какой ли будешь соврещать? Да. У тебя и Господи, вот рука на тебе, ослепнешь, не гляди на этот свет. Кротко он это говорил? Конечно нет. Он и говорит, кому как, с кем он говорит. Это по-другому нельзя, он колдун. Вот я беседую когда, первый секретарь горкома партии. Это большая единица была где-то. Я разговариваю нормально с ним. А дальше я говорю, а кому вы планиаетесь-то? Это бандит, это разбойник. Царских детей я застрелял. Это его идол. Я его идола громлю, а его я не трогаю. Проходит какое-то время, я встал думать и вижу, в самом деле, за ним столько числится, за Лениным-то. Вот и все. Дмитрий Смирнов говорит, большего чудовища земля не рождало. С ним даже Гитлер не сравняется. Колоссянам 4.7 А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель, а и сотрудник в Господе. Толкование. И это свидетельствует о мудрости Павла. Он помещает в своих посланиях не все, но только то, что необходимо и в чем настоятельная нужда. И это потому, во-первых, что не хотел слишком распространять их. Во-вторых, чтобы обходившему с посланием было что рассказать. В-третьих, показывает, как сам он расположен к нему, потому что в противном случае не сделал бы ему такого доверия. Наконец, было что-нибудь такое, чего не нужно было объявлять письменно. Если возлюбленный, то он знал все. Если он уверен, то ни в чем не будет лгать. Если сотрудник, то участвовал в искушении. Вопросы? Игнатий Тихонович, скажите что-то. Тысячи талантов. Аминь. Отвещать и отвечать. Что отвечать? Как? До какой степени? Ты должен кое-что и знать о нем. Если немлема нет. Раз он сюда пришел и не один раз, то на днях один зашел и быка за рога сразу беремся. Ну, видишь, я же не знаю его совсем, что будет-то. Я ответил так ему, как бы, в зависимости от того, как он примет. Он принял довольно смиренно. И дальше пошла переписка. То есть я ему так дал, что он может отметить в своем прежнем тоне, я вот сразу черный список скину. Сречь больше не будет. А он избрал этот путь. Я так много здесь беру. Я вижу, что никогда не лгу. Здесь такая свобода. У меня душа откликается, что это именно то, что мне надо. А начал с укора. Ну, как говорят, поговорка. Брать на вороту не виснет. Продолжаем. Колоссянам 4, 8. Которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. Толкование. Здесь апостол показывает свою любовь к ним. Если и в самом деле для того послал его, чтобы узнать об их делах, а не для того, чтобы извести тихо своих. Кроме того и для того, чтобы утешить их. Он указывает также и на то, что они находятся в искушениях и нуждаются в утешении. Что это за пятая на руке? Объясни. Печень у вас болит. Печень. Она не знает. Пегментные пятна. Здесь нету. На ладонях нету. Здесь есть. И на лице земля зовет. Это земля. Земля зовет. Парость. Нет. Прах ты и в прах возвратишься. Жизнь кончилась. Мне тоже. О, тоже. Надо радоваться, что все к концу идет. Я вот смотрю на молодежь, я всегда жалею, что их ждет. Да, страшно. 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 Сколько переживаний будет. Вот они стоят, а я молюсь и молюсь, и молюсь. Они все дома. Я знаю, что в мире делается. Да еще так выглядят дети красиво. Тут ужас один. И ты все должна заранее приготовить. Колоссянам 4.9 С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем. Полкование. Далее, они расскажут. То есть, об узах моих и о всем прочем, удерживающем меня здесь. Вы знаете, о чем послали Филимону-то? О чем? Коротко. Ну, что у него? Филимон, когда провинился перед кем-то, вот я не помню точно. Давай. Что-то он там сбежал. Сбежал, да. А честь Павла обратился. Павел пишет. Сейчас знает, нет? Они говорят про Филимона, что он что-то провинился. А там на самом деле это не Филимон. В плане к Филимону, одна глава. О чем главное содержание этого послания? Это письмо к Филимону. Кто он такой? Почему он достоинствует такой чести? Филимон богатый был дерьможа, от него сбежал раб. А с чего ради убежал-то? Он что-то натворил, то ли украл, то ли штангин. Украл. Анисим, да? Анисим, да. Анисим. А через Павла обратился к Богу. И теперь Павел пишет, ты прими его. А чего ради он обратился-то? Когда же теперь разбогател бы его? Он обратился к Богу. Какая-то это недосказанность. То есть у него был доверенный раб. И видимо грек был. Он говорит, одной нации из Филимона. А Филимон рабовладелец, который обратился через Павла. Тут прямая уже зависимость будет. Этот в город Рим, куда, где меньше найти. В Москву. Найди там. И где? В Санкт-Петербурге-то. Ну имени-то промотал там сам. Девки-бабки там со всех сторон его охмурили парня. Это и есть нечего. И говорят, в тюрьме тут один сидит. К нему приносят иногда пампушки на праздники-то. И можно пообедать. Ну и пришел раз-другой, да и обратился. А теперь он пишет письмо. Прими его как брата теперь. Ты мне самим собой должен. Потому что ты через меня Бога обратился. Считай, что он должен много. Ну посчитай сколько-то. На мне считай долг. Я отдам, Павел. Но дай делать отговорку-то. Что я тебе дам, когда ты самим собой должен. Даже ты у меня рад будешь. И вот это все Павел раскрывает. Такая чудная картина. Он обратился там по великой нужде. Ему лопать нечего было. Все проботал. И даже нехли. И назад не вернешься. Там его милиция ждет уже обыск. А в ордер выдали на арест. И вот теперь Филимон получает инструкцию. Да и мне место приготовь. Я скоро приду. Филимон засуетился. Я не с ним пришел. Ну что, набегался? Ну ладно так. Да, набегался. Ой, я Христа узнал. Что ж я натворил-то? Филимон, прости меня. Да ладно тебе. Иди. Выкидывай на мосту коробка. Начинает. Мне сейчас говорят. Вот говоришь там у Игоря Глушкова. А у него там все. Сарай. Все завалилось. И как там быть? Кого? Все завалилось. А крыша стоит, я говорю, на месте. Будет врать-то. Игорь, да, такой пример вам. Он сам хозяин. Техника есть. Я к тому, чтобы хозяйство молодые взяли в руки. Ну где-то какое-то бревно сгнило. Вот там шпану заложите. Упало там все. Будет врать-то? Будет, конечно. Таким языком говорить. Вот таким я разговариваю с теми. Приходится, асары, чтобы не врали. У тебя и трактора есть, и навалы, и сепаратор. Все есть. Теперь, говорит, этим занимается. А я еще и тут стрелаю. Каждый день хватаю его за руку, Игорь. Просто так, говорит. А вот сделай, чтобы молодые эту вахту приняли. Валюта всегда будет. За молоко, спаси Христос, заплатить тебе еще, нет? Нет. Теперь кошки выживут. Не, ну на день обладать. Вы кости там рыбие, где дома бывают, еще не выбрасывайте. Ко мне их не носите. Забываю сказать. Рано еще. Еще отдавайте, Марик. Полосянам 4.10. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его. Это тот Аристарх, который отведен был вместе с ним из Иерусалима. Павел сказал более, чем пророки, потому что они называли себя странниками и пришельцами, а он называет себя даже пленником. Ибо действительно, его так же, как пленника, гнали и влочили даже хуже. Потому что взявшие в плен заботятся о пленниках, как о своей собственности. Его же, как врага и неприятеля, все гнали и преследовали. А для них, то есть его слушателей, это должно было служить утешением, ибо и учитель их находится в подобных же обстоятельствах. И Марка он хвалит за родство, так как Варнава был великий муж. По всей вероятности, относительно Варнавы, они получили поручение, чтобы принять его с честью. Но можно после слова, после слов, получили приказание, поставить точку. И потом начинать читать. Если придет к вам, колосяне, примите его с честью. Вопросы? Одиннадцатый стих. Так же Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадую. Толкование. Может быть, это был Коринфянин, высказав приличное каждому в отдельности одобрение, и теперь апостол воздает общую похвалу. Ибо тогда великим казалось делом быть из иудеев. Но, чтобы слушатели не пали духом, так как он напомнил им о плене, то он, наконец, ободряет их, говоря, сотрудники для Царствия Божия. Таким образом, сделавшись участниками плена, они будут участниками и Царства, в большей буквы. Святой же Иоанн понимал это место так, что Павел порицает иудеев, говоря, оба из обрезанных, они единственные, то есть сущих от обрезания немного, большая же часть верных из язычников. Апостол показывает, что находится в великих искушениях, и что те великие люди были, поль скоро служили Павлу кишением. И заметь, как тот, кто утешает узника, объявляется вместе с ним участником в Царстве. Царство Божий Божий. Поэтому преследуемых за Христа людей должно всячески беречь. Берегли вас в вузах, Игнатий Тихонович? Да. В вузах, когда вы были, берегли вас? Конечно. Это Богу так устраивает. Когда назад ты переоглядываешься, ничего этого нельзя было сделать. Вот представь, Сахаров, академик, сосланный, его друг Марченко берут, его арестованы. Что он там делал? Ну, я встретился, он качал права, как говорят, Марченко Анатолий. Возраст я его не знаю, но друг Сахаров. Тут, казалось бы, такая защита, там, Солженицы. Ничего не вернулся, задолбали, убили. Убили. Меня ни один пальцем не тронул. Ни один. Нигде. Почему? Потому что я, во-первых, не отвечал. А во-вторых, только молился. А потом у меня стояла метка из КГБ не трогать. Мне это объяснили. Плохо, что КГБ. И в то же время оно меня защищало от беспредела, который там в тюрьме. Я первый день пришел, ну, чего? Жара такая, августом. Я портянки вытащил, повесил, и вдруг хлопнула камера. Я один сижу там. Так, ты что тут портянки развесил? Да я с тебя кишки сейчас развешаю здесь, капитан один. Я ни слова не говоря надел портянки-то. Он дальше зашел, больше ничего нету, нет. Еще что-то покрещал. Наутро вызывает меня начальник тюрьмы, Соломин Александр Семенович. Ну и как, ночь прошла? Я говорю, да еще так. Никто не мешал. Я говорю, вот такое, капитан-капитан. Так. Вот раз, раз. Так. Это какой капитан тут такой? Не знаю. Узнать. Сразу узнали. Да это проезжий конвоем был, он совершенно не наш. Он заскочил туда. Да где он? Да его же нет, уже на этапе ушел. Ну и все. А этот полковник уже за меня. Все. Что дали? Я говорю, ну вот такое. Орваная простынь. Они жгут ее. Щепильят-то где-то. Орваная простынь. Кружкой постучал по батарее. Это телефон у них такой. Приходит женщина. Крутая такая, видно. Серьезная. Так. Ты этого человека знаешь? Ну да, вчера его приняли. Ты ему почему простыни такие выдала? Да, Христос Семенович, у нас же все. Ты маленько гляди, кто перед тобой. Сколько раз я тебе говорил. Так, иди. Она мне дала новенькие простыни, отглаженные. Все, пожалуйста. Так он меня сколько вызывал, сколько беседовал. А как там написано? А как насчет этого у вас в Библии? А потом встречались сколько? Все время на праздники созванивались. И умер по-христиански. Вот как делал бог. Начальник тюрьмы Соломин. А следователь, которого вел меня, следователь, принял крещение с троекратным полным погружением. Хотя могло-то быть по-другому. А потом полковник КГБ приехал, и вы поняли, кто вел вас. Это что следователь, другое. Они делали, что мы говорили. Мы могли по другой статье вас провести. Мы тоже смотрим, кто перед нами. Это бог делает так. Я бы не вышел оттуда. И значит, не было ни одной книги, ни лагеря, ничего. Бог дал для чего-то жизнь. Я бы этих снимков не делал, не сидел бы здесь, не был бы Нового Завета. Ну, я мог бы там один день, там, каждый бащик. Еще бы я добился. А я молчу, молюсь. А что он там делает? Да ты день и ночь молится. Тебе, небось, с ним хорошо, директору? С ума сойти. Я сроду не видел таких дурахов. День и ночь молится, как лошадь от полутов головой отбивается. И все. А я потом посещу его дома, когда его освободят. За него ходатайствовал. Это жизнь. И не надо за одно слово цепляться. Понятно, что? И вот при мне, говорит, его спрашивают, охранники ведут, если тебя теперь подселили, то этого-то, папа-то тебе легче там с ума сойти. А он неверующий. Для него каково это смотреть, для коммуниста-то. Сроду не видал такого дурака. День и ночь. Головой кланяется все время, говорит, лошадь от полутов, когда отбивается вот так вот. И он с этим и страна. У него, а мне смешно так стало. Лошадь, когда что-то пауты-то не сели, у него руки-то нет, она вот так вот мотает. Ну, и я, похоже, так же кланяюсь. А начальник тюрьмета меня, увидел, там, ну, такой. Чего ты идешь такой, как пузырь раздался? Я говорю, проспор, у меня все с собой. Иначе пузырем назвал, я в книжке все написал. Почему? Интересно. У христианина должен быть легкий юмор. Это сглаживает. Ну, апостол, апостол говорит, пророк Илья, кричите громче, может, заснул ваш бог-то в дороге-то, а может, не по той дороге пошел. Старобрядцев, вот нет юмора, это очень тяжело. Юмора нет никакого. У нас сидят ребятишки, были Рома и Илюша, старобрядческие, сидят на крыльце. И рядом сидит Оля Ванагаева. Ну, что сказать, ребятишки смеются, откинулись, и Оля улыбается. Старобрядцы сразу, ни каньяни. Наших старобрядцев даже в храм не пускают. Никогда бы не додумался это сказать. В храм не пускают, они в храме стоят, молятся. Вот, у них нет ничего, только сразу. Ты, еретик, переходи к нам. Все, восхитательный знак и переходи. Нет, нет. Надо легче отвечать, легко, чтобы можно было применить. Даже к себе, как бы, над собой потрудить немного. Ну, вот, брат Игорь рассказывал, там, молодых, вот, у него дочка-то замуж выслала за Сашу. Да. Им запретили в храм с Никонианом ходить, в Потеряевке. А Устиновы на занятия ходят, то есть до занятий еще не добрались. А молодым и на занятия тоже запретили. Они не на занятия, они в храм сейчас не ходят, молодые. Ну, а ж нет. А другие, у Устиновы-то они никого не трогают. Ходят он, господят. Это от людей зависит. Устиновы-то те, и Алешка, и все, все ходят на службу, и здесь ничего нет. Там Саша такой и есть. А с другого-то ничего нет. А этих-то они ничего не сделали, и Ангелина ходит, Ну, занятия не приходили, когда я вел. Когда я вел занятия, они приходили. Сейчас не знаю, я две недели не было. А занятия даже не находила. И Володя ходил. Но бурат рассказал, что именно им запретили. Нет, в Новосибирске. Нет. Что Саша говорил? Саша говорил. Ну, а то он до этого был такой же. До этого, когда его никто не трогал. Он боялся, тоже закрывался, не фотографировать то-другое. Это в нем уже было. Нет, но я тебе говорю, рядом ось, ось, ось. Я тоже удивился. Одним запретить, а другим не запретить. От каждого зависит, как себя он покажет. Видимо. Человек сам. Самое произволение. Да. Ну, я думаю, что человек духовный, если хоть маленько-то, он будет свободу отстаивать. Не бояться. Я это пережил, я там был и знаю. Я ходил и хожу. И еще они не сделают. А мы тебя от причастия отлучим. Ну, допустим, отлучить еще дальше. Дальше. Два раза ты не отлучишь, только один раз. А потом проходит время, мне бумагу дают, что ничего за вами этого не было. Так я-то не уступил. И никак с ними не пошел. Отлучить. Незаконное отлучение падает на отлучающего, который отлучал. Я им сразу привожу второзаконие 19-19. Нет, тут надо самого себя ценить. Ближнего, как самого себя. Сегодня по теряевке молодожен поздравляли. Трапеза там была. Вот батюшка мне позвонил. Как батюшка? А тебе что звонили? Батюшка нормально по голосу. А возьми, это Оля, Валя, Валин, это... Они все время были на службе, и Нина ходила, на пасхальный. Чуть Нина она ходила, но порой там в притворе, но приходила. Так и Катя ходила-то. А как дамы, что-то передал? Беда-то, он отец и переживает. Как бы Саша, какое бы местописание сказать, чтобы его разбудить-то? Попробую. Но если один раз поддался, а там это у них Вова Долгов, Федя Устинов, которые давят их, все кончилось. Когда они будут на тебе, говорится, мочиться на тебя будут. Сразу ответил на место, и все. Осадил их. Что с ними разговаривать? Хулиганьев? До поста. Нет, я ничего не виновен. Еще нет. Вот, два, три. Ну, сказать, здесь три части не написано, что ты погибешь. Я не сам отхожу от этого. А дальше будет разбираться. Так не всегда бывает. Бог испытает, а потом. Колоссянам 4,12 Приветствует вас и по фраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Полкование. Как в начале послания, так и теперь рекомендует его, чтобы как любящего их они любили его со своей стороны и охотно слушали его, когда он учит чему-нибудь. А что учитель, человек почтенный, то это полезно и для учеников, так как охотнее будут верить словам его. Великой похвалой для эпофраза служит и то, что он раб Христов. Итак, ваша слава он, тем более, что вышел из вашей среды, не просто сказал молять за вас, но с беспокойством и трепетом, не в иной только день, но всегда слегка упрекает их за несовершенство, ибо они все еще не тверды и колеблются в учении об ангелах, ведь возможно быть и совершенным и не стоять подобно тому, как если бы кто-нибудь узнал все, но ни в чем твердо не установился. Поэтому он говорит, чтобы вы прибыли совершенные, подразумевается, в учении и жизни, чтобы вы не исполняли никакой другой воли, кроме воли Божией. И это значит быть исполненным и совершенным. Этим показывает и то, что нечто отчасти и сохраняют из проповеданного, а нечто отчасти уже и утратили. Вопросы? Давайте еще почитаем. Тринадцатый стих. Последний. Последний, может быть. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодике и Иераполе. Толкование. Ревность и великую оба слова поставлены вместе для усиления. Хвалит и по фразам еще Лаодикийцам и Иераполит. Напиши как-то. И Иераполитанам они, ибо они без сомнения прочитавши послание могли слышать о нем. Пиши в Колоусином 4 глава 4 стих. Смело еще надо. Помолимся? Иераполит. 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 Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием, как дети Твои, возблагодарить за милость, оказывая нам и в этот день, что позволил нам дожить до этого светлого дня рождения Твоего, Господи Иисусе Христе. Не пройди одиноких покинутых, плененных, посети их. Порадуй их Духом Твоим, святым, и убивай ему отверстия двери Рая Небесного. Защити это место, прищи добрых жителей вселения нашей, пределы общин расширь, посети болящих, одиноких. Даруй духовное рождение Патриарху, Лепископам, Священникам и Пасте. И нас распусти с миром, научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи. Тебе, Боже, хвала и слава. Отец, Сын и Святой Дух. Отец наш Небесный, прими нашу молитву воздияния рук, как жертву вечерней благоухания, приятной перед престолом благодати Твоей, Владыкой. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослыши, рад Твой Бог. Аллилуйя. Аминь. С миром Божьим, по-дому. Другими рядом с храмом, по-другими, потому что сегодня уехать трудно. Мария Яковлевна, он и Гаева Ольги была. Никитина, ой, Никитина. Новикова. Новикова не может быть.